Сейчас один из них будет играть в Pockets. Посмотрим, как это влияет на их игру в целом. Так, ну что. Шестая неделя. ETF2 World, ETF2L. Играет команда Brother и Cracklana. В принципе, игра должна быть интересной. Для вас я буду комментировать Warden и... ой, вру. Warden будет стримить, а комментировать Atomic и Max. Так что, будем смотреть хорошую игру. Надеюсь, команда заставит нас вскликнуть в самом конце, что это была эпичная игра. А команда уже начали выдвигаться. Так, ну что. Дэмоны... Дэмоны выходят на центр. Брэга снизу. Откуда второй дэмон... Два дэмона снизу вышли по дефолту. Ну, скауты расстреливают. Пока что просто обмениваются спамом команды. Ну вот, вышли с широкой у Cracklana солдатом. Он разобьется, наверное. Нет, очень хитовый. Нужно забирать его. Пока что только разборы такие. Два на два идут. А не, два на три даже. Одного не заметил. Ну, в принципе, Brother с таким минусом нужно отходить. Что они делали успешно. Да, на удивление как-то не повезло просто Brother. Потому что там, в принципе, нужно было с самого начала сразу же забирать солдата, который просто улетел в аркаду, разбился. Пусти там под ноги. Сейчас оба команд убера, Brother решают не отдавать бочку и держат близко. Ну, нужно отходить. Потеряли, потеряли скота. Да, ну вот они поняли, что Бубина потеряли и... Значит, фланг остается открытым, по сути. Да, да, да. Ну, толку не было, толку не было оставаться дальше. Это такой вариант. То есть, если они зайдут и зажгутся, то мы тоже зажжемся. Ну, сейчас уже все резнулись, 6 на 6. Так, ну шо, смотри, здесь через гараж хотят зайти Крэклэн. Забирают солдата. Это вариант хороший, смотри, тем более еще обмен. Крэкланы идут наверх. Думаю, зажечь сверху, занять позиция хорошая. Ну да, вот он и сюрприз небольшой. Ну, я думаю, надо было туда уже запушить, потому что был минус и сейчас стекла приспается и... Смотри, у Крэкланы солдат бегает с одним хп уже долгое время. Вот он и сейчас начинает хит... Я думаю, Крэкланы поступил неправильно. У них был минус, преимущество игрока одного. Они были наверху, им нужно было просто зайти, зажать их и все. И победить за счет количества. Они чего-то забоялись, как будто против апсалонов играют. Наверное, я вспомнилась игра прошлой недели против апсалонов, поэтому они не стали рисковать. Угу. Не, ну, понимаешь, если бы они зашли через верх и никто их не спалил, они бы точно пушили. А так как типа спалили, уже инфа есть, что они в гараже, а тем более все, ну и в принципе они просто побоялись дальше пушить. Ну, сейчас здесь будет солнцестояние такое. Ребята никуда не сдвинутся, ни одни, ни вторые, пока какой-нибудь минус не произойдет. Ну да, Крэкланы пытаются запушить гараж, но они держат гараж. Возможно, будут пушить через него, что навряд ли. Нет никакого фласса, значит, два скота, два скота. Не, все четко, все правильно. Если так продолжится такое состояние. Вот сейчас солдат будут забирать, нужно забирать солдат. Не получилось немножко забрать солдат у бродеров. Ну, на самом деле ушел, немножко упустил его Миррелин. Сейчас Крэкланы пытались запушить через гараж. Вот, идет размер солдатов. В принципе, разный размер, но нужно пробовать даже при таком размере что-нибудь сделать. О, заходят два скота. Получится. Не получается. Я думаю, сейчас возможен какой-нибудь спайплей или что-то от кого-то. Ну что, Крэклан отвечает тоже Убером. Зажглись обе команды. Сможет ли уйти Адмайрабл? Нет, он не успел уйти. Его слили на широкой. Не, ну, на самом деле, на самом деле это все было предсказуемо, потому что на ошибки поймали Крэклан. Вот сейчас почти получилось убить Медика. Большие минусы у Крэклана, а Твик тем временем берет снайпера и попытается забрать Медика. О, снайпер, да. Твик, да. Ну, Твик, Твик мы знаем, насколько он опасен снайперам. Кстати, странно, я думал, он будет на респе стоять. Нет, он остался снайпером и спустился даже вниз. То есть это говорит о том, что он будет играть снайпером до конца. 50% преимущества у Брадарев. Я думаю, они сейчас просто запушат на преимуществе и реализуют это преимущество. Да ну вот смотри, видишь, Скаут копится с Бостон Башером. И дроп от Миреллина. Первый дроп от Миреллина. Ой, ну как так, ребята, ребята. На устики с ясно, кто-то ему сообщил. Я думаю, это Боззи Басай, который регулярно в игре съедает 67% хила. Вообще нигде в европейском тейпе очень характерно. Единственная команда, в которой весь сил идет на покет солдата. И остальной демоц и аркадный солд всегда где-то по 10% хила только. Ну а что ты хочешь? Солдат сборной Швеции. Наверное, он творит... Ну я думаю, он не собирал эту команду, когда он в основном был основателем. Он не собирал с этой идеей, что он будет под хилом постоянно. Да, в принципе, если сейчас посмотреть, то... Инспекил распределяет 50 на 50 между демоном и покет солдом, это где-то по 30%. И все остальные там уже по 20%. Ну это в идеале так, сейчас в идеале. Ну да. Было преимущество теклана, но они не стали рисковать кушать. Ох, как попал текк к вику в щи, просто красава. Им нужно заходить, нужно заходить. Пробуют, пробуют, прощупывают сейчас почву, вот здесь-то скаутов забирают. Минус 2 теклана. Красные, красные бродары. 4 на 3. Не получилось, не получилось, вот смотри. Вроде как и получил, взял и минус. А вот потом текк просто не мог никого заминусить и все, и... Я думаю, нужно было занимать вверх как-то более, или как-то так. И сделать у него какие-то... Ну что, медики его живы. Одинаковое количество убирают. Ну конечно, первый хатшот он поставил просто мощный, красиво. Прям в щит вику. Вик, наверное, не ожидал даже. Да, я думаю, не было кола, что у них есть снайпер. И просто текк смог его забрать такими шоссами. Ну это был флик такой, шот. Ну, прицелился, увидел, прицелился, убил. Все. Ну, обе команды, кстати, копятся на Бостон-Башерах, я смотрю. Сейчас очень актуально стало в Европе. Уже... Просто медики командуют в свои... Зовут все скауты, чтобы те копили, чтобы солдаты просто не тратили ракеты на это и могли проспаливать какой-то РУП-1. Да, ну как, верно, все верно. И это даже намного, немного эффективнее, чем билдинг на солдате. Ну что, здесь смотри, опять трэп. Ну что, взорвет он его? Они спалили трэп, знают, что здесь трэп. Не пойдет Мерлин просто так. Расстреливают трэп потихоньку. Это классическая ситуация Гренари. Когда просто команды не рискуют пушить. Сейчас прогорели брадеры. Так вы забыслай за Аркадил. Тем временем у Крак-клана был Убер, еще преимущество. И они ничего не успели сделать с ним. Они должны были просто успеть зачистить медика, но они этого не сделали. Они просто отошли, ты понимаешь, глубоко, чересчур. И потом, чтобы вернуться, ой, 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 забирают. Вот это вот, что больше всем не нравится на Гренари. То, что один выход просто может домоманить. И нужно зажигать Убер, чтобы пройти через тот выход, по сути. Потому что иначе просто домоман взорвет того, кто попытается пройти через тот выход. Ага, ты говоришь, это все правильно, так и есть. Ну смотри, сейчас все-таки бродеры запушивают дальше. Ну они запушивают, но у Крак-кланов будет и Убер, и 6 игроков. И снова мы на лассе. Ну так у обоих команд Убер, в принципе, нужно пробовать заходить. А вот это вот с этим очень опасно для бродеров, может оказаться. Потому что если они будут заходить снизу, а команда все больше не будет сверху. На вас. Минус 2 у бродеров уже. Я так понимаю, бродеры просто отправили двух игроков, чтобы зажечь Крак-клан. То есть, чтобы у них появилось преимущество по Уберу. Но у них ничего не получилось. Я думаю, нужно было Крак-клану запушить все-таки. У них было плюс 2 игрока. И сейчас снова они не знают, что делают. Получается, что ждут пока команда противников отриспается. Не очень умная игра. Но тем временем Тэг взял Хэвика и это очень классно. Можно классно запустить на Хэвика и ласт. Ты понимаешь, смотри. Вот они 2 минуса сделали, сразу же пошли вперед, там забрал демон с солдата. Ну ясное дело, куда они пойдут. Все верно они делали. Ну нужно было раньше на Убере просто с медиком зайти и все. Не надо было потому что у Солдата лезть. Как Убера была одинаковая в обоих командах. Ой, Хэвик заходит. Пропустили, что Хэвик был. Это будет очень печально, если они сейчас его не запустят. Он просто раздаст всем. Ну раздали, раздали. Ну хорош, 1-0. Я думаю, Крак-кланы просто им нужно было там запушить все-таки. Было преимущество. Нужно было как-то организовано разобрать их все-таки. А иначе вот такое вот и случилось бы. То, что и должно было случиться. Вышли, понимаешь, попались на трэпы. Ну, сейчас ладно, демон выходит опять. Ну это очень аккуратно, мне кажется. Оба демон снизу. Оба демон одинаково быстро выходят. С котылка была на уши сверху. Брэга, кстати, уже нормально заспамил Рыб. Рыб, конечно, классный демон. Окскулий такой. 2 минуса уже у Брадера. Да. И это снова, походу, мид за Крак-кланом. Как-то они удивляют нас. Своей игрой на мид для Гренари. Да, разбирают, смотри, вот потихоньку. Хоп-хоп. Вроде спам наносят потихоньку. И потихоньку разбирают Брадера. Снова ситуация, когда команда будет держать ярд. И никто ни на кого не пойдет. Будут ждать либо пика, либо все-таки кто-то решится на это. Ну, логично, конечно, Крак-клану пушить. Ну да, по идее, потому что они, как бы, проигрывают по счету. Сейчас очень четко нажду. Нет, смотри, смотри, Бродеры не ждут. Не выдержали у них нервы. Не ждут, заходят. Зажгли противника и уходят быстренько. Убегут они, не убегут. Убегают, убегают, смотри. И сейчас супер по одинаково-то. Ну, снова. Ну, 10%, но это не преимущество на этой карте. По сути. Не, это не преимущество абсолютно. Тем более в этой ситуации. Вот чем эта карта не нравится всем европейцам, да и не только европейцам. Тем, что вот на этой карте очень актуальны такие ситуации, когда команда просто не пушит. Застоя. И поэтому... Главное, это происходит чуть ли не на... Вон, да, коммент Греннери. В принципе, это вот, этот застой происходит на каждый... Перед каждой точкой даже. Перед каждым этапом. Вот ты точку взял, все, стоишь. Захочешь зайти на точку, опять стоишь. Так всегда. Поэтому даже шла речь о исключении этой карты из маппула. Когда-то. Недавно. И в этом сезоне все карты играются трижды. А в Греннери играется Ланда. Немного как-то обидно даже. Что это карта, которая была изначально уже... Дискриминация. Умираемая. Просто идет признание того, что Valve не смогли сделать нормальную карту. Сбалансированную. Ну что, смотри, все-таки рекламы не разрешают запушить. Потихоньку начинают прощупывать, смотреть, где трэпы есть. Вроде трэпов нету. Брэга прощекал. А, плохо прощекал. Ну вот о чем я и говорил, что просто два выхода всего, да? С центра на вторую и со второй на центр. И легко можно просто контролить. Да, вот и заходят сразу же. Бродеры даже не ждут противника. Ну, Кранклайн разбирает их. Ну, как же так? Просто уже минус три, четыре. Ну, здесь можно просто считать по пике только так. Да, нужно двигаться быстрее вперед. У них красная дама у Брэдеров. И преимущество сейчас по уберу, потому что Мирлин какое-то время не копился. Они должны просто сейчас забрать четвертую точку и тогда уже на преимущество запушат вас. Если они продолжат копить, то у них будет количество. Ха, Мирлин хорош забрал скаут. Мирлин всегда отличался от других медиков своей агрессивной игрой и... Ну, потому что ему нравилась игра Агрона, в принципе. Ты помнишь такого медика? Да, который играл, если не ошибаюсь. Дигнитос. Да-да-да. 30% убер у Крэг-клана. Это преимущество, которое нужно реализовать и нужно идти. Еще и спай, еще и спай, смотри. У Хэвик, зато у Бродеров. Мне кажется, что все-таки Крэг-кланы не знали, что у них такое преимущество. Мирлин как бы был все время жив, но он не копил, но они об этом не знали. И поэтому они не стали рисковать. И поэтому взяли Спая. Да. Так, ну что там, глянем за Спая вообще. А, Спай спалил, спалил, блин, хорооо. Минус 2 у Крэг-клана и Бродеры, зная их, они просто победят сейчас. Крэг-кланы уже отходят с назад. Ну да, Бродерам нужно пушить более Хэвика, пушить, заходить на точку и становиться. Вот что и делают, расстреливают трэпу. Зажигается, зажигается Крэг-кланы, зажигается Бродеры. Мне кажется, немного надо было пораньше зайти. Пока, потому что ближний респ, и было там 8 секунд до респы. И они опоздали с Крэг-кланы. Сейчас красные, красные Бродеры. И минус у них один. Взрывает скота Риб. Демо пытается пропушить через право на лаз у Крэг-кланы. Забыла он на Риб, а у них преимущество было. Огромное у Крэг-кланы сейчас преимущество от игроков. Ну да, они заберут точку уже. В принципе, минус 6. Ну и Бубен заблочит точку, конечно же. Нет. Не повезло. Не сегодня. Посмотрим, как сейчас отыграют на центре Бродеры. Чита, они не очень играют в центре. Да, в центре как-то разыгрывают очень-очень хиленько. Даже не хиленько. Ты знаешь, просто не везет. Вот не везет командам и все. Нету того, кто затащит. Нету, возможно, какой-то ранней агрессии. Как я заметил, у них сразу же, как при выходе на центр, у них сразу какие-то минусы у Бродеров появляются. Здесь, с чем они просто не могут соревноваться с ними. А все от того, походу, что Мерлин не успевает нахилять рыбу. Демос минусы, и это уже надо уходить назад, по сути. И у них еще минус солд. Да, ну что они и делают, они отходят назад. Просто видишь, рыб идет наверх и вот переспамливают просто. И он не получает хила. Если честно, то вот смотря логи Бродеров, у них до момента, да, это примерно столько и сколько и агро солдат. У него просто минимальный процент хила на каждой игре. Он, грубо говоря, играет агрессивно каким-то одиночкой. Демосом. Обычно в командах все-таки приоритет идет как на демоса, так и на покет солдата. Но здесь весь сил демоса жирает покет солд. Нет, ты понимаешь, понимаешь, дело в том, что, чтобы играть вот такого демона, это нужно иметь ясное дело скилл, который имеется у рыбы. А второе, нужно надеяться на двух солдов, которые смогут сыграть именно в этот момент. Демон просто будет на подхвате, и он сделает свою работу офигенно. Просто же, ты понимаешь? Ну, нету, нету саппорта у них Бродеров в центре. Прогорают команды. Я думаю, Крекланы заняли хорошие позиции, они держат центр вверх. Распавливают спокойно оба выхода, да. Да, но они приглашают типа Бродеров. Да, заходите на центр, но мы вам не дадим его взять. Снова, да, команда. Одна команда стоит, держит центр, вторая держит бочку. О-о-о, что-то солдаты решают пробуждать через него. Молодцы, молодцы, я поддерживаю. Бродеры не та команда, которая будет просто стоять где-то и чего-то ждать. Ну как же, да, откуда у нас? Колера Забасая, который всегда хотел идти он ли форвард и он ли пуш. Все верно, я поддерживаю игру аркадную, агрессивную, мне нравится это. Это всегда приносит вот такой искрин к игре. Вот зря сейчас зажегся Мирлин, конечно. Сейчас будет огромное преимущество Креклана. Минус Квик. Ну это хороший минус, как бы. Можешь сказать, что Мирлин дропнул только что. А я думаю, сейчас просто Мирлин сможет идти. Вот зачем, зачем? Мирлин сейчас хотел просто улететь на стике. Он мог убежать, но он хотел засерфить и улететь. Зачем? Ммм, да. Команде стоило это очков. Ошибка, ошибка. Главное, ошибка ошибка. Они могли уйти вовремя. Далеко связка была, они могли просто отойти и занять вверх и задать и пласт. Ну ладно. Ну, насчет четвертой розыгрыш четвертого центра. Посмотрим, в чем заключается успех Креклана на центре. Я думаю, просто в изначальном лучшем спаме. Вот уже брега хитов у Креклана, но... Ну я думаю, сейчас в очень отличных позициях. Минус мет. Смотри, продавили. И по два минуса в обоих командах. Ой. Мирлин уже в панике бегает. Мирлин и дома. Живо. Мирлин, если ему дарсу... Вот и опять, почему он стоит? Его сейчас можно догнать и убить. Что я делаю? Он может просто убежать. Да, Ипс. Я Ипс не понимаю. Вторая, вторая. Чисто в моих глазах. Ну, нервничает парень, наверное. Я не думаю, что он когда-то в последние годы нервничал на играх. Ну что, у него очень-очень-очень богатый опыт игры против топовых команд. Но все-таки он что-то делает непонятное. Наверное, просто авторитета нет, у которого он мог послушать. И, в принципе, если бы мы сказали, иди назад, он бы пошел и даже не думал. Я думаю, что в 2 комьюнити есть такой авторитет, которого Мирлин спал не слушает. Вот. Я про это и хотел тебе сказать. Мирлин сам по себе авторитет, и если он решил, что он будет играть аркадно, то он решил играть аркадно и сыграть против солдата. 30% уберов преимущество у Броддаев. Они понимают, что у них минус преимущество. Ну, как бы, нет у них преимущества. Поэтому они решают агрессивно запушивать. Смотри. И что здесь срабатывает? Это примерно то же самое, когда ты пушишь ласт, ты сливаешь меда. И тут все просто говорят, ну, как бы, понимают, что терять нечего. Терять нечего, и в итоге минус 6 у противника. Ну, сейчас нужно идти на вторую. Надо было идти на вторую. Что они делают? Надо зажигать. Команду Симпиоников пока у них нету всех игроков на второй точке. Команды прогорают. Можно забрать сейчас скаута здесь. Твикс умирает. Убирает медик у Креклана. Ох, Мерлину бы еще и выжить. Иии... Я думаю, это будет раунд. Ну, пока что зарекаться не стоит. Потому что, в принципе, Мерлина забрали уже. Отлично сейчас играл Тимак, но этого не хватило. Будет ласт? Нет? Трудно сказать. Твик делает отличный минус минус 2 на центре дефит. Ласт. К нему приходит скаут на ласт. Эпично, эпично, конечно. И он делает минус 3. Тем самым спас свою команду от проигрыша раунда. Ну, я думаю, ждать осталось недолго. Следующий пуш должен решить уже четко. Получится у команд противник или нет. Я бы не удивился, если у Бродера сейчас без убера затушили. Я сейчас заметил, что у всех Бродеров одна и та же шапка надета. Колпак такой. Да. Это как раньше в бывшей команде Мерлина Дермалтейк, АК Пакел Бригейд. У них у солдатов были столбшаку сиреннего цвета и у Мерлина была шапка сиреннего цвета. Ага. Тем же самым, наверное, они придерживаются какому-то общему стилю и сейчас и в этой команде. Возможно верить, что это им может всегда помочь. Ну, прикольно. Говоришь, шапка волшебника, а как бы они все в шапке волшебника. Нет, Гарри Поттера, Гарри Поттера. Ну, тот в шапке Гарри Поттера. Ну, Хэвик, Хэвик, вот один концепс и не поддерживает. Не заставили его, наверное. Да-да-да. Он Рокки у нас, Бальбола будет. Брэго делает минус 2. Команды прогорели. Ааа, смотри, он двух скаутов забрал. Одной трамой. Ну, сейчас, Мерлина, если он решится идти в блокчейт один, и опять же, он может просто своего скатать, взять под хилом. Ааа, а он просто решил спамить свои стрелы, тем самым, ну, ухиляв скаута. Поэтому это стоило им второй точке. Не, ну, он просто не успел похилять скаута. Вот и все. Он хотел бы похилять, он хотел бы похилять, и все. Ну, сейчас Крекланы просто выйдут на центр и заберут центр. Они должны идти и забирать. У них нет хила, у них нет медика. Крекланы у всех оверхил, они идут с широкой, с уткой. Ну, Бродер летят в блокчейт. Да. Как бы им нужно сейчас зажечь и уйти на вторую. Или на ярд. Они это представляют. Бродер разобрали солдата, который просто немного слишком агрессивно. Вышел. И его потеряли. Ну, просто горели. Прогорела команда. Тем временем бэкап. Бэкап нужно блощить, конечно. Рыб наверное об этом знают. А тэг значит играем. Тэг играет с Пэйн Трейном. Почти захватывает точку. Выбирает демоса. Неплохая игра. Усполненный тэга. Опять на демоса выбежал скаут. Скаут оставил Мерлин 20 хп. Это было бы просто печаль, если бы его просто сейчас слили. Да. Команда бы наверное растерялась. И раунд был бы не за ней. Но не тут то было. Повезло Мерлину. Сейчас заходит команда уже на поляну. Ну что. У Бродеров есть убер. В отличии от Крэклана знают. Им нужно сейчас добрать вторую точку. И пока у них есть преимущество запустить пласт. Вот они что и делают. У них 20% преимущество. Нужно сейчас быстро аркадить на медика. Пока у них это преимущество есть. Крэкланы вполне умно играют. Отошли. Пытаются докопить. Очень хорошо отошли кстати. Тем временем два минуса. Спай. Бедняга. Бедняга. Я удивлен. Зачем я ему спайбол. 2-2. Все таки. Ну да. Посмотри как ровно да идет игра. Если честно я удивлен. Игрой Крэклана. Которые. Отлично играют центры. Может быть это все таки повлияло то что они поменяли солдата. Трудно сказать. Единственное что это возможно. связка сама начала лучше играть. Именно связка солдата и медика. Ну что как бы их он является сейчас мейнколлером. А до этого он не был мейнколлером. У них по сути такого не было. Ну. Как раз спокойненько проходит центр. Нету ничего такого эпичного и сверх естественного. Вот пытается солдат за Аркадий только и все. Ему не дают. Сразу его выбирают. Опять же. Полетят все за медиком. Твик. Твик хавет уже. Ребята пушат уже. Понимают что пока у них еще 3 минуса. Твик хавет уже не было. Нет никуда они не идут. Но у них огромное преимущество по сути. Им нужно. Нет они все таки не ждут преимущества и убирают. Они просто так идут и давят. Просто отлично отлично сыграли сейчас. Тихий же сдаёт молодцы. Три два. Три два. Хорош. Если честно, то немного был убивлён. Было преимущество. Они не стали ждать копийцев от Uber. Они просто пошли и... Им, наверное, уже надоело играть так-то пассивно и проигрывать раунды там, там-то. Да, давайте подождём Uber. Окей. Uber дождались. Давайте запушим. О, а Мирлина сейчас хитро пошёл на центр. Вот это... Неплохой уход. Какого не потерять сейчас дэмона? Дэмон делает очень много дамаги. Минус уже, минус 2. Ой, бедняга. Забирают медика тем временем. У Мирлина есть 70% Uber, но он один. Ему нужно убегать. За ним как бы идёт погоня. Погон, вернее, исполняет Твика, но он ничего не сможет сделать. Так, ну убежал. Повезло. Молодец парень. 75% Uber и 75% преимущества. Даже 80%. А Твик уже на ласте заныкался. И сейчас выходит на Мирлина. Спалят. Нет, у него не получилось. Спалят. Задумка была отличная. А может быть нужно было подождать и ласт забрать? А нет. Я думаю, его бы заметили всё-таки. Он хотел... Так может быть рано он выбежал. Убивать медика. Или он думал, что ему хватит двух... Ну, выстрелов, в принципе, двух медшотов и забрал бы. Ну, знает Вика. Я бы не удивился, если бы он смог забрать Мирлина. Сейчас преимущества в 10% ещё было. У Брадера, но они что-то ничего не реализовали. Тем временем салт их взял, просто зажёг. Отличная игра Тимака. Брадеры прогирают на центре. У Крек-клана полный убер. И один минус. Вернее криты. Минус три у Брадеров. Ну, кажется, этого никто не ожидал. Как-то не прошёл у них центр просто-напросто. Рив зафейлил джамп, тем самым не смог уйти от Крек-кланов. Мирлина забрали на второй. Шесть у Брадеров. Мирлин, просто поняв то, что ему ничего не светит, пошёл уже на скау за спилой. Ну и смотри, пронос в обратную сторону, сейчас идёт качель. Они сейчас просто затрапят точку и... Ой, Брэго. Ну и всё, возвращается к началу игры. Одна минута. По идее, если очень агрессивно сыграть с раунд, то это возможно забрать. Да. В Грэнере одна из тех мап, где всё возможно. У Мирлина криты. У Мирлина криты. Посмотрим. А платится ли этот? Да, Мирлина прям с семимильными шагами копит Убер. Ну, криты, да. Так, солдан один наверх, один вниз. Ну, не по 70%. Заходят на демона, уже демона хиляют. Главное не потерять демона. Минус два. Всё, смотри. Мне кажется, это... Криты могут, конечно, затащить. Нет, не затащат. Мирлина. Минус демона будет? Нет. Ну, это будет Golden Cup. Да, это Golden Cup. Те, кто не знают... Те, кто не знают Golden Cup, это... Это раунд. В случае ничьи, которая играется 10 минут. Команда, которая его побеждает. Побеждает карту, но получает за карту не три очка, а где-то сейчас, а получает два очка. Так же, возможно, победить Golden Cup, не забрав раунд, но если по истечению 10 минут, центр будет за вами, то не побеждаете Golden Cup. Самое главное, либо забрать раунд, либо держать центр. До конца времени. Вот так вот. Мы будем ждать, когда начнется Golden Cup. Блин. Если честно, то... Если честно, то... В туалет. Или покурить. Много кто... Я думаю, многие не ожидали такой игры на Гранере. Все-таки ожидали чего-то большего от Брадеров. Что они намного увереннее играли на протяжении всего сезона. Ты понимаешь, как бы изначально, если медик говорит, что они немножко побаиваются все-таки Крэг Лан, то навряд ли здесь вот-вот все так будет. Я думаю, баяк была не именно в игроках, а вот именно в этом изменении, которое они сделали на прошлой неделе после проигрыша в Слону. Ага. И просто... Брадеры просто не знали, чего ожидать от них теперь с этим новым составом. По сути, изменилось многое. Хотя они изменили только двух игроков. А кто что, по-моему, ждать Голден Кэп? Если посмотреть на очки, то... Чего-то... Слишком много очков у Крэг Лана. Просто бывают такие раунды, когда ты получаешь очень-очень много очков. В принципе. Но ясно сделаю, это все один раунд. Неплохо выглядят эти Крэг Ланы. Крэг Ланы, вернее. Ну, начался Голден Кап. Посмотрим, с чем играют медики. У обоих медиков простые медиганы. Похоже, сможет ли Крэг Ланы снова забрать центр? Что им удавалось в начале игры? Так, ну выходит, ты команда уже на центр. Здесь пытаются расхилить. Слушай, всю игру делал архадный салф у Крэг Ланы, я заметил. И его сейчас забрали. Или это была только что фикция? Забрали Демоса у Крэг Ланы. Ой. Демос и медик остался. У Мира на 90%. Ему нужно сейчас либо напилить, либо убежать. Думаю, за ним сейчас... Или его убежать? Не, никто не стал гнаться. Или скал бежит, бежит. Оставили солдата на центре или медика забирать. Медик остался в центре забирать. Не удалось Твику убить Миралина. Так вот, что есть тубер у бродеров. Потому что будут заходить. Они заходят в широкой. Потихоньку, потихоньку заходят. Еще не зажглись. Команда. Сейчас главное занять вверх. Если они займут коробки, то у них будет огромное преимущество. Позиций. Ну вот, зажег все Миралина. Да, идет убер-экшенщина в центре. Сейчас главное занять вверх. Если будет достаточно игроков наверху, то они смогут проспланить. И забрать. Встрелились три игрока у бродеров. Они понимают, что им просто нечего терять. И они просто идут пытаются забрать медика. Что им не удается. Сейчас огромное-огромное преимущество будет у Креклана. Ну, думаю, это раунд, на самом деле. Ну, судя по тому, как... Нужно решать. Ну, здравствуйте, ребята. Позвольте мне с вами покомментировать на чудесную игру. Привет. Свои люди. Что там, брат, скажешь? Офигал ли тут такого счета? Я ворвался в эту трансляцию, чтобы порадоваться за Креклан. Яс. Ну, продолжайте. Я буду иногда там выкрикивать какие-то сопли. Ну, давай. Это придаст. Радости. Это придаст стриму. Окрасят его красками счастья. Да. Ну, значит, чё. У Креклана преимущество. Чё-то они не пушат. 50%, уже 80% умирают. И я не знаю, что они творят. Минус к тому же у Креклана. Креклана тем временем забирает вторую точку. Но они теряют блок. Я честно не понимаю. Что сейчас будет? Что сейчас будет? А всё-таки Крекланы решили заблочить вторую, не отдать её бородерам. Это лол. Проиграли такое преимущество. Пытаются зиги запустить Крекланы. Да. Давай Тимак. Да. Тимак пирак. Хорошо, хоть не убился. А за кого вы болеете? Ммм. Это чисто был за Бродер. Только не говори, что за хорошую группу. А, да. Нет, за Бродер. Он не Бродер. За Креклана. У них много неадекватов классных. Да. И Пствик неадекват. И Тимак неадекват. Армайр был тоже неадекват. Уже как много неадекватов в одной команде. Да. И эта команда ещё может играть против неадекватов из Бродеров. Нет. Уберивающийся идёт. На боюшке. Главное, во время такого вот обмена не слить медиком. Ой, минус 4, минус 5. 6 вообще, чё ты. Все это ласт. Ну так и мы надо. Неадекватное существо. Быстро. Только сообщили народу, что эта команда неадекватов, наверное, удивился народ и вот понеслось, начали обсуждать, знаешь ребята почувствовали это Остались крекланы? А нет, не остались А возможно кто-то и остался в респе? Да, 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 че ты обсуждаешь-то? Че ты? Большой был тубер преимущество Не видишь это? Бесполезный твик сейчас промажет пару шотов и все раунд Нечего даже обсуждать С хэвиком запушат, просто раунд назад Раунд назад он уже получил щи великолепные Я тут уже гудгейм, я вижу уже все наперед Да, мне кажется Давайте эту карту зачем? Доигрывать Там хэвика после зайдет, настреляют 7 лица Через верх пушат брадеры Хэвик Минус забасай, минус 2 у них Ну так то да только Просто хэвик выбегал, бубен вышел и уже поимел всех Не было бы хэвика, ничего не произошло бы Так то я о чем? Значит с первого карта хэвиздают Бердере Голгл Капе В том самом Тупо красавчики Две минуты назад Абра кричал, что креклан Ну я не креклан, они мне просто, я с ними больше играл как то так Но Но они такие неадекватные немцы, пьяные Пьяные Они упоротые Все такие из себя, полубоги На самом деле хромые раки Собаки сутулые Что то не очень удачно Прошла первая карта для брадеров Хотя они победили, я думаю они рассчитывали на 3 очка, а не на 2 Угу А нам какая разница, главное что игра удается Да, нам то самое главное что игра Отличная, равная и можно смотреть Это нам не эпсилон, которые опять ноль всех дрючат Скучно Зато предсказуемо И что в этом хорошего? Плохо что нету тотализатора Типпатрис На эпсилон На эпсилон коэффициент был бы единицы Уже не раз я Ну прикидывал так, представлял Вот был бы тотализатор, но как это могло выйти Так есть же где то, что там шапки ставить Можно Ну вот 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 именно Нужно ввести свою систему Тализатора Вет F2L И все Там По металлам Не, не, можно было бы Зачем металл Можно было бы выдавать типа Сдаешь металл Получаешь к примеру 10 очков на том же ванилот F2 Вот Ты ешь металл получаешь 200 рублей Идешь покупаешь воду Нормально Вот Понятно К примеру на эти 10 там ты играешь И в конце просто сезона Уже раздаются там металл В конце сезона админы Никому не отдают ничего И Зали пропадают просто Всего из социализации Не, ну в принципе было бы Было бы неплохо Такой Как бы тотализатор Устроить Зачки Тем было бы весело Угу На самом деле Было бы сложно предсказать Если бы Ну По-любому были бы договорные матчи Где команда специально бы Сливала Чтобы кто-то наварился В итоге Так, ну что У нас процесс Потихоньку команда собирается Карта Карта которая играется в Европе Второй сезон уже По сути Много кто говорит Что в Европе Никто не знает Как ее играть Да почему по сути И не по сути В принципе Не знают как играть Это Большое преимущество Ну Что то Гулеваш Гулеваш Просто тоже Вначале он казался Какой-то Несуразной картой Я просто помню Как она появилась Не всем она нравилась Но в итоге Она прижилась Спустя сезон Ну я думаю Она сейчас топ-2 карта Вообще Конечно Она всем нравилась То здесь До сих пор Команды не знают Что, как делать Вообще Как выходить Ну Нужно учиться У наших друзей Из океана У американцев Которые Играют эту карту Уже в бета-версии И Я думаю Если они приедут на Ван То У них будет огромное преимущество На этой карте Против европейцев Потому что У них Боже Мы бегаем Как на пабе На этих картах До сих пор Да По сути Никто не знает Что держать Куда Все-таки Как бы Два сезона Это полгода Малое время Но В целом В целом Еще никто не знает Какие играть Ну ничего Команды уже почти Готовы Включать Единственный Мерлин Который отошел Наверное Проводит какой-то ритуал Перед игрой Чтобы Не дропать Уберы Так Что вы думаете Что будет На этой карте Все-таки Победили Бродеры В первую карту В первую карту У них Плюс Мораль Возможна Они победили Голден Кап Они это сделали Но Уже изначально Когда Эта карта Только что Пришла в Европу То Крэк-планы Были одни из первых Кто ее умели играть И которые играли ее Поэтому Это У них всегда была Home-карта Как они ее называют И Зная Что у них По сути Два агрессивных солдата То Это будет Играть Немалую роль На этой карте Потому что Как бы Солды решают тоже На этой карте Абра Ясно Он пошел Сдал металл И начал пить Я думаю Перед игрой Было очень много скептиков По поводу По поводу Возможности Крэк-плана В этой игре Потому что У них Ростер Чейндж был Перед Этой игрой Они Сиграли всего лишь Пару ПЦВ На которых Умудрились Поиграть командам Первого Дева И У них не шла игра Так как они Возможно ее хотели Но Что-то на официалке Видимо У них появился Какой-то дополнительный буст И они просто Отиграли Отлично Хотя и проиграли Голден Кап Но это была Одна из самых Зрелищных карт Этого сезона В Пример Диве Мы посмотрим сейчас На процесс Потому что Процесс Вообще По сути Ката Отличающийся от Гренери Здесь Здесь Не будет Столько Этих Стояний И держания Второй точки Либо Ярда Здесь Она Более Открытая Особенно Вторая точка Чем-то напоминает Немного Может Вторую точку Бедланда По сути Здесь Должна быть Другая игра Карта совсем другая Центр Немного Напоминает Гренери За счет Этих Коробок Это Но Как бы Все Демосы И солдаты Рады Приходу этой карты В Европу Потому что Потому что На этой карте И можно делать Крутые Джампы И Это Немаловажно Для солдатов И Демосов Демосов На этой карте Очень стало актуально Делать Фастерлаут Из-за солдата И забирать аптеки У Демосов Да, это очень-очень противно Для Демосов Заметил В своей шкуре Выходишь Аптеки уже нету И солдат там прыгает Впереди Да, он просто улетает Перезаряжается Да, берет хил И просто занимает верх Потом Либо еще что-то Вытворяет Бывали случаи Когда солдат просто агрился Забирал аптеку И ищет Демосов Вполне 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 возможно Да Да, но это уже давно Не давно Не новость Не новый трюк Сейчас уже все это делают Все-таки Эта карта И Новое введение Unlock'ов в этом сезоне Сделали игру Немного поинтереснее В Европе В том плане Что Она стала разнообразнее И еще Вернулись Некоторые игроки Такие как Риб Который в свое время Был Лучшим Демосом Европы Лучшим Дефенсным Демоном Европы Он играл Немного в свой стиль Он Давал Солдатам Тогда Дегнитосов За аркад